Это новости хоккея. Доброе утро. В студии Марат Кашин. В этом выпуске. Навязали борьбу. Ярославский локомотив в третьем матче серии переиграл действующего чемпиона. Рижский характер. Клуб из Латвии сумел переломить ход третьего матча серии в свою пользу. И отпуск все ближе. СК еще на шаг приблизил своих столичных одноклубников к окончанию сезона. Уступив в первых двух матчах серии на своем льду, локомотив явно был настроен не просто достоин бороться с действующим чемпионом, но и вернуть интригу в серию. И подопечным Дэйва Кинга это удалось. Свои намерения игроки локомотива обозначили с первых же минут. Их настрой был настолько серьезным, что едва не сыграл с ними злую шутку. Уже в самом начале матча Ярославец Любушкин на 4 минуты оставил партнеров на льду в меньшинстве. К его счастью те выстояли. А вот ближе к середине периода, когда за удар локтем в штрафбокс отправился Лео Комаров, хозяевам хватило минуты на розыгрыш большинства. Плэт броском от синей линии открыл счет. Этот гол еще больше накалил обстановку на льду, однако оставшиеся часть первого периода и весь второй прошли без заброшенных шайб. Развязка наступила в заключительной 20-ти минутке, в начале которой все тот же Комаров заработал штрафной бросок, который сам уверенно и реализовал. Правда, хозяев это не смутило, а вперед они вышли уже спустя 3 минуты. Петров и Холес чуть было не потеряли шайбу в чужой зоне, но эта серия ошибок в итоге запутала оборону Динамо во главе с Еременко, который не сумел отразить бросок Петрова. 2-1, выиграв первый домашний матч, Локомотив сократил отставание в серии. Помогли родные стены Динамо в Самриге. На домашний лед они выходили, уступая в серии 2-0. Пропустив уже на четвертой минуте первого периода, Рижане еще до перерыва сумели восстановить равновесие. Как выяснилось, стартовая 20-ти минутка была лишь легкой закуской. Перед основным блюдом им и стал второй период. В нем шайба за обороты залетала в среднем каждые 4 минуты. Дважды Донбасс забивал и дважды Динамовцы отыгрывались. А за полторы минуты до перерыва выйти наконец вперед удалось уже хозяевам. Как выяснилось позднее, шайба Марцелла Хоссы стала в итоге для Рижан победной. Но не последней. В заключительном периоде они еще трижды поразили ворота Горняков. Финальная сирена зафиксировала победу Динамо со счетом 7-3. А вот для ЦСКА фактор домашнего поля не стал решающим. Столичные армейцы сделали еще один шаг к отпуску. Третий матч из серии подопечные Джона Торчетти опять уступили. Все шайбы в этом матче были заброшены в большинстве. Счет в первом периоде открыли хозяева. Во втором хоккеисты СКА восстановили равновесие. Основное время закончилось со счетом 1-1. А в овертайме Роман Червенко принес победу петербургскому клубу, который уже сегодня может оформить себе путевку в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Очень тяжелая игра была, как для нас, так и для соперника. Было очень много опасных моментов. Конечно, тяжело играть в неравных составах. Сегодня мы были немножко сильнее. К минимуму свел шансы Медвежчака на продолжение борьбы в плей-офф пражский Лев. Клуб из столицы Чехии нисколько не смущает смену обстановки в Загребе, как и двумя днями ранее они уверенно разобрались с дебютантом Лиги 5-2. Таким образом, сегодня могут завершиться сразу две четвертьфинальной серии на Западе. В армейском дерби, как и в противостоянии Лев-Медвежчак, счет в серии 3-0 и любой следующий матч для московского и загребского клубов могут стать последними в сезоне. А вот в парах с участием московских и рижских динамовцев, похоже, намечается упорная борьба. Сегодня представители Западной конференции сыграют четвертые матчи серии на канале КХЛТВ HD. В прямом эфире вы сможете увидеть, как в Ярославле Локомотив попытается закрепить успех и восстановить равенство противостояний с действующим чемпионом Динамо. А Лев постарается уже сегодня оформить путевку в следующий раунд плей-офф. Встречу петербургского СКА и армейцев столичных также в прямом эфире покажет КХЛТВ. Кроме того, вас ждет прямая трансляция из Риги, где встретятся местные Динамо и Донбасс. На Востоке сегодня также пройдут очередные игры четвертьфинальных серий. Салават Юлаев не смог воспользоваться фактором домашней площадки и отправился в Нижний Новгород, уступая в серии 0-2. Самая забивная команда Лиги Борис дома дважды выиграла у автомобилиста, но оба раза судьба матча решалась в овертайме, так что сегодняшняя встреча в Екатеринбурге обещает стать очень напряженной. Противостояние Акбарса и Сибири не менее упорное. Команды переехали в Новосибирск при равном счете в серии, так что предсказать результат третьего матча непросто. Дебютант Лиги Адмирал пока не может навязать борьбу победителю конференции Магнитогорскому Металлургу, но на своей площадке постарается попортить нервы подопечным Майка Кинона. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ HD. В ВХЛ стали известны уже пять команд, участниц одной восьмой финала. В минувшие выходные свои турнирные задачи решили Южный Урал и Сара Арка, обыгравшие Нефтяника Динамо и завершившие свои серии со счетом 4-1. Напомню, ранее участие в одной восьмой обеспечили себе также Торос, Молот Приками и Буран. А вот еще в трех парах исход пока не ясен, Рубин на своем поле неожиданно уступил Ариаде. В этой дуэли счет по матчам теперь 3-2 и следующая игра сегодня вернула интригу в серии с Кубанью Лада. Тольяттинцы выигрывают уже второй матч подряд. В равном противостоянии Дизеля и Касын-Торпеда вперед вырвался клуб из Пензе, накануне порадовавший своих болельщиков победой. А вот молодежки с участниками одной восьмой уже все ясно, накануне определились последние пять команд следующего этапа. Воскресенье было днем домашних побед. Алмаз, Хакарига, Энергия обыграли своих соперников убедительно, с преимуществом в три шайбы, сделали счет в своих сериях 3-2 и уже готовятся к новым играм на выбывание. А вот накануне, в понедельник, свой суровый нрав и волю к победе демонстрировали гости. Кузнецкие медведи и стальные лисы оставили неудел Кристалл и Чайку. Первые матчи одной восьмой финала пройдут уже в четверг. Тех, для кого хоккей не просто игра, стиль жизни, на телеканале КХЛ ТВ HD ждет премьера очередного выпуска программы КХЛ Стайл. Обо всем самым ярком, что происходит за пределами ледовых площадок, вы узнаете, если включите телевизор в 15.45 по московскому времени. Силовое катание, сопротивление клюшки и восстановление. Хоккейная атлетика на земле. Побывать на Титанике и выжить. Как Елена Лемтюгова вытащила счастливый билет. А также, как на ошибках зарабатывают или модное эхо Олимпиады. Пока это все. Смотрите хоккей. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok